Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем седьмую главу «Песни песней». Предыдущая глава закончилась на таинственной ноте упоминания колесниц и, вероятно, возлюбленное исчезло. Эта гипотеза может быть подтверждена теми словами, которые звучат в начале седьмой главы. Прерывая голос жениха, хор кричит «Оглянись, оглянись, Суламита! Оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя!» Здесь четыре раза повторяется слово «оглянись, или повернись, или обратись». По-еврейски звучит шуви, шуви. Здесь мы впервые узнаем имя возлюбленной Суламифь. И многие экзегеты здесь видят то же имя, которое встречается в Третьей книге царств. Престарелый Давид нуждается в помощи, и есть прекрасная женщина Ависага Сунамитинка, молодая и прекрасная, которая в старости согревает его ложи и сопровождает Давида. То же самое имя. Другие экзегеты здесь видят игру созвучий, потому что имя Суламифь, как и имя Соломон, созвучное и ей, содержит в себе образ шалом мира, так же, как и слово Иерусалим, город мира. И поэтому это возлюбленная носит имя мирное, точно так же, как и ее возлюбленный носит не просто имя Соломон, но имя мирный, что наводит на мысль о том, что настоящая любовь и совершившаяся любовь возможно только там, где есть мир. И мир — это не просто отсутствие войны, мир — это процветание, мир — это и физическое здоровье, и благостояние, и вся полнота благодати, которая может быть дарована Богом. Поэтому шалом — это всегда больше, чем просто мир в том виде, в каком мы к нему привыкли. И поэтому имя этой героини, как и имя царя, имя жениха, ее избранника, как и имя столицы, все это позволяет нам видеть, как все существительные в этой главе склоняются в превосходной степени, все прекрасно. И возникает этот странный голос, который говорит, почему вы смотрите на Суламит, как на хоровод монаимский. И здесь возникает удивительная сцена. Если представить себе мизансцену, что происходит? Она исчезла, и хор окружает жениха для того, чтобы слушать его рассказ, слышать его голос. Но в этот момент есть другой голос и другой хор, который видит Суламиф. Она как будто рядом, но жених ее не видит, потому что он окружен хором танцующих людей вокруг него. Точно так же, как и Суламиф окружена хором танцующих. Таким образом, два хоровода. Один мужской, другой женский. В четвертой главе невеста разговаривала с дочерьми иерусалимскими. Здесь жених разговаривает с кором танцующих мужчин. Поэтому он и говорит, что вам смотреть на Суламиф, как смотрят на хоровод монаимский. В действительности рисуется картина «Суламиф танцует». Она действительно танцующая. И она танцует известный танец, который так и называется «Монахим». Еврейский танец, и она абсолютно прекрасна. Это образ красоты, грациозной, ускользающей, легкой, недоступной. Она не принадлежит никому. Она принадлежит только своему возлюбленному. Она принадлежит только тому, кого любит его сердце. Она принадлежит любви. И поэтому жених и говорит, зачем вам смотреть на хоровод монаимский, на танцующую Суламиф. Она принадлежит мне. И дальше хор голосов воспевает красоту возлюбленной. Мы видим ее портрет, который почти дословно повторяет то, что мы слышали и видели в предыдущих главах. Те же самые образы, некоторые географические названия здесь повторяются. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, тщерь именитая, округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой, круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое, ворох пшеницы, обставленный лилиями, шея твоя, как стол по слоновой кости, голова твоя, как кормил, волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями». Все образы, которые здесь звучат, они не являются каким-то прямым сравнением, потому что здесь не сравнивается подобное с подобным. Не нужно искать какого-то внешнего сходства для того, чтобы понять, как выглядит Суламиф. И те и другие образы, то есть слова, которые называют часть ее тела, и те слова, которые называют Ливан, Дамаск, Кормил, это все лишь образы великолепия и красоты. Она прекрасна, как окружающий мир, она прекрасна, как святая земля. Никто не знает, что это за ворота Батрабима. Нет такого географического названия. Но здесь есть торжествующая, танцующая, свободная красота, которая не принадлежит никому. Затем мы слышим голос жениха, который подхватывает хвалу в отношении в адрес своей невесты. Как ты прекрасна, как привлекательная, возлюбленная твоей миловидностью. К сожалению, синодальный перевод здесь не передает всей тонкости нюансов. На протяжении всей поэмы возлюбленный говорит о своей невесте, называя ее «моя любовь, моя прекрасная». Но каждый раз добавляются какие-то дополнительные нюансы. Здесь он говорит не просто «моя прекрасная», он говорит «дочь, наслаждение, мое наслаждение». «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградной кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок, уста твои, как и отличное вино». Опять же мы видим портрет невесты, и камера движется снизу вверх. Сначала ее ноги, танцующие, прекрасные, легкие, легкие, как сандалии благовестника у пророка Исаии. И постепенно мы видим ее стан, ее грудь, мы видим ее ноздри. И жених своим взглядом поднимается к устам, потому что уста — это то, что исполнит ожидание, с которого начинается первая глава «Песни песни». «Да лапзает он меня лапзанием уст своих». Уста в Священном Писании — это не просто орган для целования, это прежде всего слово. И в слове человек открывает свою тайну, открывает свою сущность. И поэтому это образ любви, которая обязательно должна себя выразить сначала. И здесь мы касаемся очень важного момента, то, что святые отцы иногда называют дисциплиной чувства, дисциплиной желания. Для того, чтобы желание раскрылось и достигло своей полноты, для того, чтобы оно принесло максимальную радость, его не нужно исполнять тут же. Желание должно быть немного отложенным, задержанным. И поэтому поэзия любви, повторяя какие-то метафоры, как будто откладывает напоследок, откладывает во времени исполнение желания, и от этого оно становится еще более полным, еще более сильным, властным. И достигает своей максимальной красоты. Вот именно для этого его взгляд скользит постепенно, для того, чтобы исполнилось то, о чем звучала молитва, звучали изначальные вздохи, пожелания, то лапзание, о котором говорится в первой главе этой песни. «Уста твои, как отличное вино». Конечно, здесь говорится не отличное вино, а вино ароматное. И иногда парфюмированное вино, то есть как мы готовим глинтвейн, он дополняется дополнительными запахами и ароматами разных специй. Поэтому у статвы, вот как это благоуханное, удивительное, волшебное вино. И здесь вступает голос возлюбленной. Она подхватывает то, что говорит жених, и это образ того, как двое влюбленных, взаимно принадлежат друг другу, и их любовь образует какую-то симфонию, какой-то удивительный аккорд, удивительный танец, в котором один дополняет другого. Она с полуслова подхватывает его слова и завершает этот образ вина. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Потому что вино — это не только то вино, как алкогольный напиток, который мы употребляем, но это одновременно и образ наслаждения, образ радости, образ мудрости, которая тоже перетекает из уст в уста и дарит наслаждение всем тем, кто ее жаждет, услаждает уста утомленных. Совершенно удивительный образ этой любви, мудрости, наслаждений, которые здесь соединяются в едином аккорде. И завершается эта глава признанием невесты, возлюбленной, которая заслуживает особого внимания. «Я принадлежу другу моему, я принадлежу возлюбленному моему, и ко мне обращено желание его». И здесь происходит что-то совершенно удивительное, только это нужно правильно понять. В книге «Бытия» мы видим образ любви мужчины и женщины, где вожделение будет владеть женщиной, а мужчина будет доминировать, муж будет господствовать над ней именно так, происходит в патриархальном обществе, и происходило всегда, и происходит сейчас. Это какая-то патология любви, которая как некий знак проклятия или какой-то беды, которая началась в самом начале. Поэтому и Каин, само его имя, есть плод такой любви, где есть господство, где есть обладание, где есть насилие. Но здесь перспектива как будто переворачивается. Вот по-настоящему обратная перспектива. Здесь я принадлежу другу моему, и его желание обращено ко мне. Здесь муж, возлюбленный, желает и ищет наслаждение в женщине, и здесь никто не господствует. Здесь есть взаимность, взаимная принадлежность друг к другу, один для другого. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцверили гранатовые яблоки. Там я окажу ласки моей тебе». В действительности здесь образ любви, потому что ласки это и есть додим, любовь во множественном числе, вся полнота того, что одно влюбленное сердце может дать другому, напоить жажду. Эти ласки, они как вино. И, конечно, здесь не окажу ласки, а дам, преподнесу. И здесь все это рифмуется с образом растений и цветов, которые распускаются и источают благовоние. Точно так же, как мандрагоры издают или дарят благоухание, точно так же я подарю тебе мои ласки, мою любовь. Сначала мы видим весну, раскрываются почки, расцветают гранатовые деревья, но тут же мы оказываемся и в сезон урожая, осенью. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. От того, что здесь этот образ новые и старые, нового эветера, эти слова мы слышим в Евангелии от Матфея, некая полнота всего, потому что вдруг мы оказываемся в сезон осени, цветущей, превосходной, ослепительной осени, с невероятным богатством красок, благоуханием плодов, праздник урожая, ликования, радости. И здесь, в этот момент, все, что было спрятано до этого момента, и все новое, что ждет впереди, все это возлюбленное принесет своему избраннику. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.